Добрый день, это Иманов Ильизаров с вами. Хотел бы сегодня поделиться с вами этой недельной главой. Это недельная глава по Хареи Мод Кедушим. И одно из очень важных предложений нашей Торы это «Кедушим тию» — «Будьте святы». «Ки кадушани» — «Потому что я свят», — говорит Всевышний через святую Тору. И хотел бы с вами поделиться очень интересной историей, как однажды фермер, он был третье поколение фермер, который растит курей. Его дедушка растил курей, его отец, и он сам растит курей. Занимался только эксклюзивно выращиванием курей. И однажды в его ферму попадает небольшой орленок. Получилось так, что орлицу сбили, и она носила своих орлят на своей спине, и одного из орлят она сбросила на эту куриную ферму. И таким образом этот орленок, он рос вместе с курями. И он видит, что куры, они ходят очень интересно так, не быстро, они практически не могут летать. И то же самое делал орленок. Они кушают зерно, и они говорят, они кудахчат. И он тоже научился кудахтать. И он жил точно так же, как куры. И фермер смотрит и думает, о май гад, это огромная, огромная курица. Я никогда таких курей не видел. И вот этот самый орленок, он рос таким образом. И однажды, когда пришел один молодой человек на эту ферму, для того, чтобы посмотреть, и ему этот фермер показал свою ферму, и он смотрит, что среди курей там орел. И он был удивлен, говорит, что делает орел среди курей. И фермер, он говорит, это не орел, это курица. И когда он старался объяснить ему, что это не курица, и он сказал, слушай, я занимаюсь всю жизнь курами. Мой отец, мой дедушка занимался всю жизнь курами. Я знаю лучше, это огромная курица. Это чудо, но это курица. Смотри, он кушает, как они, ведет себя, как они, бегает, как они, прыгает, как они. Это курица. И однажды этому молодому человеку не спалось. И он думал, что я должен спасти этого орла. Что он делает? Он приходит ночью, берет этого орла в корзину, ставит его, приносит его перед скалой, и сбрасывает его с скалы. Этот орел, когда он летит со скалы, знаете, как в мультфильмах, он смотрит вниз, резко идет вниз, и потом начинает махать крыльями, и видит, что он может летать. И он на самом деле может брать такие высоты. И этот орел, он, у него появился селф-кадвинет, и он стал жить, как орел. Конечно же, это машан. Это просто пример для того, чтобы привести поинт моей истории. Каждый из нас орел. Каждый из нас в жизни может то, что мы не думаем, что мы можем. Просто нас нужно поднести к этой скале и не бояться прыгнуть, потому что мы можем многое. Знаете, во время был Доромаскилим, когда уже стали выходить первые телефоны, первые трамваи, первые машины, первые самолеты. Тогда уже, к сожалению, некоторые евреи стали идти против Торы. Они стали говорить, наука это правда, Тора это неправда. И, скажем, в России был очень интересный инцидент, когда вот этот Маскилим, вот эти самые люди, подошли к говерменту и сказали, давай евреев тоже сделаем, как все обычные люди, мы все должны быть как один. Сказали, закон, увидите законы, пусть они не ходят в длинных халатах, пусть они не носят бороды, пусть не носят пеот. И, к сожалению, таким образом, когда этот закон был принят, полиция видела на улице людей с длинными халатами, они обрезали этот халат, делали как костюм. Если они видели бороды, они обрезывали бороды и пеот, прямо, если не могли обрезать, то они дергали их. И, дорогие друзья, к сожалению, мы прошли через самое тяжелое время, когда весь этот СССР, научный атеизм, мы прошли через такое время, когда у нас отобрали нашу святую Тору. Но я тут, Тора наша тут, и я хочу вам сказать, что каждый из нас орел. Орел является царем всех птиц. Мы не курочки. Просто нас нужно сделать так, чтобы мы спрыгнули с этой самой скалы страха. Каждый из нас, внутри нас, хочет быть святым. Потому что в Торе это сказано. Каждый из нас, у нас ДН есть, уважать свою супругу и любить ее больше, чем себя. Любить своего мужа и уважать. Арлашона Рамбом, он говорит, «Адбалид, адмеот». То есть нет никаких рамок уважения своего мужа. Уважение родителей, мамы и отца. Уважение любить каждого человека, каждого еврея. Изучать Тора, ставить тефелин, молиться Всевышнему. У каждого из нас это есть ДНА. Каждый из нас настоящий орел. Но иногда мы прикидываемся, что мы всего лишь курочки. Кедушим Тию, кикадош Ани. Всевышний говорит, «Будь свят», потому что я свят. И каждый из нас имеет это у нас в ДНА. Я хочу, чтобы каждый из нас, прослушав этот ролик, пожалуйста, если вам понравился, поставьте лайк и поделитесь со своими друзьями. И дай Бог, чтобы наш Нейшн рос. Дай Бог, чтобы Всевышний дал здоровье всем людям, которым в этом нуждается. Дай Бог, чтобы каждый родитель видел счастье своих детей. Дай Бог, чтобы мы раскрыли в себе этого самого орла, чтобы отстроился нас в Третий Бет-Амикдаш. Пришел Машех Циткену Элияу, Ванави, Безрад Ашем. Дай Бог, чтобы мы с вами всеми танцевали на улицах отстроенного Иерусалима. Барух, Адунай, и Лаулам. Амин, амин, огромное спасибо.